Уважаемые коллеги, меня зовут Пономарев Дмитрий, я являюсь специалистом в области информационной безопасности, безопасной разработки и сертификации. И сегодня я расскажу вам про особенности файзинга управляемого кода. В ходе данной лекции мы постараемся получить ответы на следующие вопросы. Зачем и какой именно управляемый код следует подвергать файзинг-тестированию? Какие средства можно использовать для этого? А также коснемся вопроса, подготовленные заранее виртуальные машины с практическими заданиями, работая в которой вы можете получить базовые навыки файзинга управляемого кода. Типичным вопросом разработчика, возникающим в том числе в процессе сертификационных испытаний, является вопрос, зачем выполнять файзинг-тестирование управляемого кода. Под управляемым кодом мы понимаем либо код, написанный на интерпретируемых языках, таких как Python, либо код, написанный на языках, допускающих компиляцию в промежуточное представление, с последующей декомпиляцией в нативный код непосредственно на хосте выполнения. Такими языками типичными являются C Sharp и Java. Отличительная особенность типичного языка, порождающего управляемый код, это собственное улучшенное управление памятью. При правильном использовании данный язык не позволяет построить конструкции, обеспечивающие доступ как на чтение, так и на запись в нелегитимные зоны памяти, что, в свою очередь, значительно снижает возможность эксплуатации наиболее тяжелых ошибок, связанных с перехватом потока управления. Однако такие ошибки – это не единственный класс ошибок. Существуют иные ошибки, в том числе связанные с ошибкой в реализации логики работы программы. Эксплуатация таких ошибок также может приводить к снижению целостности, доступности и конфиденциальности данных, обрабатываемых в средстве защиты информации. На слайде представлен коллаж из подобных ошибок уровня CVE для различных языков программирования. В реальности таких ошибок, естественно, известно гораздо больше. Для управляемых языков программирования известно широкое количество различных типов ошибок, в частности, ошибок уровня CVE. Кратко вернемся к материалу, представленному во вводной лекции, и поговорим об идеологии фазинг-тестирования. Фазинг-тестирование – это, в первую очередь, компромисс между дорогим компризным аналитиком и дешевым линейным вычислителем. Разумеется, существует широкий класс проблем, решение которых слабо формализуемо и, в общем случае, гораздо проще и дешевле нанять специалиста, который постарается обнаружить таковые проблемы. Но при этом стоит учитывать, что широкий класс проблем также можно решать с применением автоматизированных средств, в частности, средств динамического анализа. Собственно, задача фазинг-тестирования и состоит в том, чтобы правильно выбрать инструменты, правильно выбрать фазинг-цели и запустить автоматизированный вычислитель на поиск таковых целей. Важно понимать, что фазинг-тестирование, в отличие от модульного, прегрессионного и сценарного тестирования, которое предназначено для подтверждения того, что система работает так, как это и задумано, предназначена для поиска новых, неизвестных путей выполнения программы, в том числе, приводящих к эксплуатации каких-либо ошибок или нарушающих общую логику работы программы. Уже упоминавшиеся ранее три кита фазинг-тестирования – это мутации, учет критических состояний и учет пройденных путей. При фазинге управляемого кода мутации концептуально не отличаются от мутации, выполняемых при фазинге неуправляемого кода. Об учете критических состояний и об учете пройденных путей мы подробнее поговорим далее. Рассмотрим вопросы учета критических состояний. Фазер и фазинг не являются вещью в себе. Именно разработчик инструмента и разработчик тестовой процедуры определяют, что именно считать критическим состоянием в данном вопросе. В частности, критическим состоянием при фазинге неуправляемого кода с помощью IFL-фазера является сигнал аварийного завершения, порождаемый программой в случае нелегитимного доступа к областям памяти. Однако это не единственный вид критического состояния. Также к критическим состояниям могут быть отнесены необработанные ошибки управляемого кода, например, попытка доступа за пределы массива в языке Python, общие ошибки архитектуры, такие как исчерпание памяти системы или вход системы в бесконечный цикл работы, ошибки, связанные с нахождением обходных путей в логике программы, в частности, в механизмах, отвечающих за доступ субъектов к объектам доступа, а также такие экзотические ошибки, как слабости и уязвимости шифрогенераторов, выражающиеся в неправильной энтропии данного генератора. Рассмотрим пример учета критического состояния, связанного с энтропией и слабостью шифрогенератора на примере известной уязвимости ZeroLogon. Данная уязвимость относится к одной из подсистем Microsoft, связанных с выработкой шифрогамма. При подаче определенной последовательности данных в шифрогенератор существует достаточно высокая вероятность получить на выходе из него нулевую шифрогамму, совершенно не отвечающую требованиям криптостойкости. Давайте рассмотрим, как можно было бы использовать средства фазинг-тестирования для выявления подобной уязвимости на этапе разработки. Предположим, фазер порождает некие случайные данные и подает их в данный шифрогенератор. Шифрогенератор на выходе порождает шифрогамму. Мы можем написать простейшую функцию, которая будет оценивать качество, например, с позиции энтропии данный шифрогаммы и принимать решение, хорошая гамма или плохая. В случае, если гамма считается не достаточно хорошей, данная функция может порождать, например, сигнал аварийного завершения, который будет трактоваться фазером как критическое состояние. Таким образом, несмотря на то, что сам код шифрогенератора никогда не породит критических состояний, дополнительная функция обвязка может перевести некие факты в факт критического состояния, что уже будет учтено фазером. При этом важно понимать, что не каждая функция является хорошей целью для выполнения фазинг-тестирования с целью анализа качества данной функции. Типичной целевой функцией для фазинг-тестирования является быстрая функция, не связанная взаимодействием с внешними медленными хранилищами, обладающая высокой цикломатической сложностью. Функция, в которой много различных циклов, ветвлений. Функция, в которой много операций доступа на чтение и на запись к элементам массивов и к памяти в целом. На данном слайде представлена функция, как раз не являющаяся хорошей целью для фазинг-тестирования. Давайте попробуем понять почему. В данной функции нету циклов, в данной функции нету каких-то сложных ветвлений, нету прямого обращения памяти. Данная функция нагружена как типовыми функциями парсинга параметров, это функции get, которые проще профазить отдельно, так и функциями взаимодействия с медленным сторонним хранилищем Reddit. Фазинг – это процедура, которая имеет смысл, если она выполняется очень быстро, сотни тысяч запусков в секунду. Обращение к сторонним ресурсам – это операция, которая может занимать сотни миллисекунд или даже больше. Таким образом, такие функции достаточно медленные и не позволяют делать процедуру фазинг-тестирования эффективной. Для таких функций следует выбирать другие способы тестирования, например, модульное или сценарное тестирование, и при этом сосредотачиваться на фазинг-тестировании тех конкретных субфункций, из которых и состоит данная функция-интегратор. Рассмотрим вопрос учета пройденных путей. Существуют различные виды инструментирования native кода. В частности, это инструментирование с помощью заранее подготовленных ассемблерных ставок, статическое инструментирование к компиляторам, динамическое инструментирование, когда инструментирующий код добавляется непосредственно уже на этапе выполнения программы, процессорное инструментирование, например, Intel PT, когда мы собираем инструкции непосредственно с процессора, а также различные иные виды инструментирования. Не все указанные выше виды инструментирования подходят для файзинга управляемого кода. При файзинге управляемого кода в основном применяется либо статическое инструментирование с помощью вставки функций собирающих статистики непосредственно в исходный код, так делают при инструментировании кодов, написанных на языке Python или JavaScript, либо же инструментирование с помощью вставок на управляемом ассемблере непосредственно в байт-код в промежуточное представление. Обычно так поступают при инструментировании кодов, написанных на языке C-Sharp или Java. Особым случаем является так называемая ahead-of-time компиляция. При выполнении ahead-of-time компиляции выполняется компиляция управляемого кода в неуправляемый, в дальнейшем неуправляемый код инструментируется методами, характерными для инструментирования неуправляемого кода. Кратко рассмотрим известные средства тестирования для разных управляемых языков, доступные в open source. Начнем с C-Sharp. Примером файзера, позволяющего выполнять файзинг C-Sharp кода, является файзер SharpFuzz. Данный файзер позволяет фазить C-Sharp код, компилируемый под платформу NetCore. Файзер работает следующим образом. Вы компилируете C-Sharp код обычным компилятором, после этого производите инструментирование его с помощью компонента SharpFuzz, который добавляет ассемблерные вставки. На данном слайде вы можете видеть слева исходный результат компиляции, а справа результат инструментации данной компилированной программы с помощью SharpFuzz. Несмотря на то, что символы на экране не дают нам никакого представления о реальных кодах, мы видим, что в программе, представленной справа, появилось большое количество достаточно однотипных вставок. Это, собственно, и есть результат работы SharpFuzz, который вставил датчики сбора статистик во все ветви тестируемой программы. Для файзинга исходных кодов, написанных на языках JavaScript и TypeScript, предлагается использовать файзер JSFuzz. Данный файзер выполняет статическое инструментирование исходных кодов, вставляя датчики в виде неких функций, собирающих статистики непосредственно в исходный код. Данным файзерам достаточно удобен, поскольку мы практически сразу получаем и результаты тестирования нахождения новых путей, и отчет о достигнутом покрытии. Типичным инструментом, применяемым для файзинга исходных кодов, написанных на языке Python, является файзер Python AFL. Данный файзер выполняет статическое инструментирование, вставляя счетчики вызова функции Trace непосредственно в исходный код. Интересной особенностью данного файзера и его инструментирующей функции является то, что для учета покрытия используется ровно тот же самый алгоритм, который используется в AFL файзере. Пример данного алгоритма, просто переписанного на язык Python, вы можете видеть на данном слайде. Для файзинга исходных кодов, написанных на языке Java, можно воспользоваться комплексом средств под общим названием GQF. В данный комплекс входит обычный файзер AFL-парадигмы. Инструментация выполняется за счет вставок функций сбора метрик непосредственно в исходный код. Также в состав данного комплекта инструмента входит утилита ZEST, позволяющая выполнять семантический структурный файзинг, в том числе автоматизировать процесс файзинга сложных объектов. Несколько слов про файзинг исходных кодов на языке Rust. В отличие от указанных выше языков, язык Rust является обычным LLVM совместимым языком, сразу компилируемым в неуправляемое нативное представление. Однако язык специально разработан так, чтобы защищать разработчика от случайной или даже намеренной возможности эксплуатации некоторых ошибок, связанных в частности с переполнением буферов памяти. Для файзинга приложений, написанных на языке Rust, существуют различные средства. Все они описаны в материалах, приведенных по ссылке вверху слайда. В частности, существует так называемый IFL Rust Fizer, позволяющий выполнять файзинг раст-кода в парадигме IFL. Также в комплект средств файзинг-тестирования на языке Rust входят стандартные модули, облегчающие процедуру семантического и структурного файзинга, в частности файзинга сложных структур. Пример такой структуры представлен на слайде ниже. Разумеется, в ходе одной лекции возможно только краткое общее ознакомление как с принципами, так и с типовыми инструментами файзинг-тестирования. Поэтому к данной лекции предлагается комплект практических материалов, состоящий из виртуальной машины и руководства с конкретными примерами. В данной виртуальной машине приведены примеры файзинг-целей для рассмотренных выше языков программирования, приведена подробная инструкция по тому, как для каждой из файзинг-целей скачать файзер, подготовить среду, подготовить цель, выполнить файзинг-тестирование, какие типичные проблемы и типичные результаты должен увидеть экспериментатор. По любым вопросам, связанным как с выполнением данных заданий, так и с использованием указанных средств файзинг-тестирования, вы можете обращаться в наше сообщество, о которых мы упоминали в первой лекции. Спасибо за внимание.